МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». В студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Нас объединяет единая цель, чтобы в Люберцах хотелось жить, учиться, работать и отдыхать. И к этой цели мы идём все вместе. Владимир Ружицкий подвёл итоги 2019 года. Подробности в сюжете Дарьи Борисовой. Бабушка рассказывала всегда, она занималась спортом. Жительница Тамилина отпраздновала 103-й день рождения. Это настолько интересно, настолько весело и помогает жить действительно. В Октябрьском живёт настоящая супербабушка. Подробнее в сюжете Анны Троян. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас в гостях корреспондент телеканала ЛРТ Луиза Егизарян. Многие не представляют и дня без радио, но немногие знают, что происходит по ту сторону приёмника. В студии радиовещания заглянула Луиза Егизарян. А теперь подробнее об этих и других новостях. Итоги прошедшей недели подведены в администрации. О них доложили руководители управления и ведомств округа. Оперативная обстановка, вопросы пожарной безопасности и чистота в округе стали основными темами совещания. За прошедшую неделю в межмуниципальном управлении Люберецкой поступило 1850 сообщений от граждан. 23 уголовных дела возбуждены, 25 раскрыты по горячим следам. Было 172 ДТП. Такой выдалась неделя у люберецких сотрудников правопорядка. Следующими отчитались проделанной работе огнеборцы. Им предстояло совершить 32 выезда по сигналу тревоги и потушить 4 пожара. Все возгорания обошли стороной городской округ Люберцы. Два пожара подошли в квартирах на территории городского округа Латкарина. Один пожар подошел в садовом домика на СНТ-Горняк на территории города Котельники-1. А пожар подошел на территорию города Держинский. Бытовая техника и помещение кухни, кафе. Замена лифтов продолжается в городском округе Люберцы. На сегодняшний день 94 из 130 новых подъемников уже функционируют в многоквартирных домах. Оставшиеся лифты установят до 28 февраля. Придомовую территорию и городские улицы приводили в порядок тысячи человек и 97 единиц спецтехники. За прошедший период вывезены более 8 кубических метров мусора с инстанкционированных свалок. С 3 февраля по 9 февраля сотрудниками административной комиссии номер 44 по городскому округу Люберцы вынесли три постановления на сумму 180 тысяч рублей за недвижащее состояние содержания территории. В наведении порядка на дорогах и тротуарах на минувшей неделе задействовали 64 человека и 26 единиц спецтехники. Рабочие очищали проезжие части и остановки общественного транспорта, обрабатывали дороги противогололедными материалами. За отчетный период вывезли 79 кубометров мусора. Анна Троян, Валерий Абсолявов и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий выступил перед жителями округа с ежегодным отчетом. В своей речи он подвел итоги работы за 2019 год и обозначил цели, которые предстоит достичь в 2020. Главные тезисы доклада в репортаже Дарьи Борисовой. Нас объединяет единая цель, чтобы в Люберцах хотелось жить, учиться, работать и отдыхать. И к этой цели мы идем все вместе. Повышение уровня жизни населения – главный вызов современности. Люберецкие власти его приняли. Лучше всего о благополучии жителей говорят экономические успехи. Средняя заработная плата в округе увеличилась на 6% и составила 63 тысячи рублей. За год в Люберцах создано почти 2000 новых рабочих мест, во многом благодаря привлечению инвесторов. Так, в августе удалось подписать соглашение с международной компанией «Ирекс». «Ирекс» реализует в Люберцах инвестиционный проект по строительству нового производственного складского комплекса. Объем инвестиций – более миллиарда рублей. В рамках проекта будет создано более 200 новых рабочих мест. В планах компания полностью перенести свое производство в Люберцы. Добраться на работу люберчане могут с комфортом. Над благоустройством городского округа работают непрерывно. Это касается и дворов, и общественных территорий. В 2019 году преобразилась улица Звуковая. Обустроена пешеходная зона на пересечении улиц Смирновская и Юбилейная. Особое внимание уделяют дорогам – автомобильным и пешеходным. За прошедший год отремонтировано 58 дорог и 76 тротуаров. Завершены масштабные работы по реконструкции Зенинского шоссе и моста через Пехорку. В рамках реконструкции расширено дорожное полотно до четырех полос. Построена новая автомобильная развязка и мост. Проложен тротуар, организована ливневая канализация. Установлены мачтое освещение. Выполнено переустройство светофорного объекта. Все это позволило более чем в два раза увеличить пропускную способность автотрассы. Качество жизни населения зависит от качества медицинской помощи. Главная проблема Люберецкого здравоохранения – дефицит врачебных кадров. Частично решить ее помогло слиянием медучреждений округа. Теперь пациент может записаться на прием в любую поликлинику, где есть необходимый специалист. Непрерывно ведется работа по привлечению новых кадров. Так, в 2019 году к работе в Люберцах приступили 32 терапевта и 7 педиатров. В текущем году необходимо привлечь 15 участковых терапевтов и 12 участковых педиатров. Есть острая потребность в узких специалистах – неврологах, отоларингологах, офтальмологах и кардиологах. Мы концентрируем усилия именно на первичном звене. Решаем жилищные проблемы медиков в первоочередном порядке. В центре внимания Люберецких властей – семьи с детьми. За воспитание подрастающего поколения отвечают детские сады и школы. В округе отсутствует очередь в дошкольные учреждения для детей старше трех лет, но есть потребность в ясельных группах. Сократить дефицит мест в яслях помогает возведение новых детских садов. В 2019 году открыты два дошкольных учреждения на 400 мест. Позаботились и о школьниках. В микрорайоне «Самолет» начались уроки в новом инженерно-технологическом лицее на 1100 мест. В 2020 году введем эксплуатацию еще три детских сада на 730 мест. Из них 290 – ясельных и три школы на 3700 мест. Это микрорайон «Зенина» самолет, это микрорайон «Мирный» Томилина. Результаты работы люберецких властей оценило правительство Московской области. Округ занял 11 место в рейтинге 50. Это уверенная зеленая зона. Среди городов с численностью населения более 300 тысяч человек люберцы стали лидером. В ежегодном обращении губернатора Подмосковья к жителям особое место заняла тема здравоохранения. Глава региона рассказал о строительстве новых медучреждений, модернизации оборудования и мерах поддержки врачей в Московской области. Какая работа проделана в этом направлении в Люберцах, Владимир Ружицкий обсудил с сотрудниками здравоохранения округа. В 2019 году в городском округе Люберцы появилось два новых медучреждения – детская поликлиника в Красковье и станция скорой помощи в Октябрьском. Масштабная модернизация оборудования стала еще одним пунктом в итогах о проделанной работе. В Люберецкие больницы и поликлиники поступила новая техника на сумму около 300 миллионов рублей. В этом году система здравоохранения городского округа продолжит свое развитие. Планируем строительство поликлиники смешанного типа на 540 посещений – это микрорайон «Самолет», строительство станции скорой помощи на четыре машинного места в Танже. Кроме того, мы включены в госпрограмму по строительству поликлиники в Райминском районе с прикреплением жителей поселка Октябрьский. Привлечение квалифицированных кадров – еще одна тема, которую глава Люберец обсудил с медиками. В прошлом году сертификаты на жилье получили 34 врача. Это помогло частично решить проблему с нехваткой специалистов. На данный момент у нас в вести ожидания стоит три врача. Она очень знакомна. Хотим поинтересоваться, есть ли продолжение этой программы, но есть ли нам надеяться, что они тоже будут обеспечены жилье. По словам Владимира Ружицкого, врачи, работающие на территории Люберец, могут рассчитывать на эту меру поддержки. В резерве городского округа для них предусмотрены квартиры. Кроме того, по региональной программе в этом году медиков ждет очередное повышение зарплаты. Какие перемены ждут работников культуры и спорта в новом году? На этот вопрос ответил Владимир Ружицкий в рамках обсуждения губернаторского обращения к жителям Подмосковья. Очередная встреча с общественностью прошла в Красковском культурном центре. Сделать так, чтобы в каждом городе Подмосковья можно было заниматься спортом. Такую задачу перед властями региона поставил губернатор Андрей Воробьев. Чтобы решить ее в Московской области за последние 7 лет, возвели 137 физкультурно-оздоровительных комплексов. У нас при поддержке правительства в городском округе построены фок, Наташевские пруды, бассейн на улице Побратимов, фитнес-клуб СССР, универсальная многофункциональная спортивная площадка поселок Октябрьск, это на стадионе Балятина, всесезонная футбольная площадка поселок Томилина, стадион Урожая. Стадион «Торпеда» тоже ждет реконструкция. На его базе построят современный фок. Проект нового спортивного объекта уже согласован с Минспортом. Изменят до неузнаваемости еще один стадион. Планируется, что уже в этом году Томилинский «Зенит» пригласит жителей округа прокатиться на двух ледовых аренах. Их строительство стало возможным благодаря средствам частника. Там есть безвозмездная основа для муниципальных наших школ, и дети будут заниматься там бесплатно. Работников культуры тоже ждут долгожданные обновки. Как никогда близко округ подошел к старту реконструкции Люберецкого дворца культуры. Она должна начаться в следующем году. По предварительным подсчетам, работы продолжатся до 2023 года. А вот мечтам о воссоздании летнего театра в Малаховском парке не суждено сбыться. Его строительство признано нерентабельным. Считается, что театр начинает работать, и он как-то задействован, когда в городе проживает не менее 300 тысяч жителей. И этот город где-то, скажем, находится в отдаленном расстоянии то ли от областного театра, то ли от столицы. Поэтому нам воссоздать театр, чтобы он функционировал как театр, ну, будем честно, невозможно. Из-за существимых желаний работников культуры капитальный ремонт культурно-досугового центра «Союз». Правда, пока его благоустройство относится к долгосрочным планам. Также глава округа встретился с воспитанниками техникума имени Гагарина. Студенты выслушали основные направления, обозначенные губернатором, и задали интересующие вопросы. На сегодняшний день в Подмосковье большой спрос на профессиональное образование. Об этом в ежегодном обращении к жителям сообщил губернатор столичного региона Андрей Воробьев. В городском округе Люберцы путевку в жизнь молодым людям дают в шести высших и средних учебных заведениях. Профессиональные азы в округе постигают более 7 тысяч студентов. Всего в Московской области 49 колледжей, 12 входят в топ-100 лучших России. И надо сказать, один из них – это ваш техникум Гагаринский, вы это знаете, да? Также у нас в топ-100 вузов России входит наш МГАВ. После отчета Владимир Ружицкий обсудил с молодежью вопросы дальнейшего развития Люберец. Речь зашла о реконструкции Октябрьского проспекта, стадиона «Торпеда», а также о создании новых рабочих мест на территории округа. Кроме того, студентов-гагаринцев заинтересовали мероприятия, которые пройдут в Люберцах в канун 75-летия Великой Победы. Луизей Гязерян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Последними стратегию развития Подмосковья с Владимиром Ружицким обсудили студенты Российской таможенной академии. Молодежь поделилась с главой Люберец своими представлениями о будущем округа, задала и вопросы, которые волнуют представителей студенческого сообщества. Студенты – народ дальновидный, так что строят планы на будущее уже сейчас. Меры поддержки молодых семей – вот что интересует сознательную молодежь. В этом году помощь стала ощутимее. Теперь, чтобы получить материнский капитал, достаточно родить первенца. Семьям, в которых первый ребенок появился на свет с 1 января этого года, снизят ставку по ипотеке при покупке жилья в новостройках области. Продолжат работать и проверенные временем меры поддержки молодых семей. Из более насущных студенческих проблем – транспортная доступность. На лекции многие студенты таможенной академии добираются издалека. Для тех, чей путь лежит по Октябрьскому проспекту, дорога к знаниям станет комфортнее. Поможет реконструкция магистрали. В перспективе без пересадок добраться до Люберец смогут жители Химок, Зеленограда и Раменского. Подмосковный округа свяжет третья линия московских центральных диаметров. Для удобства пассажиров также планируют объединить платежные системы «Тройка» и «Стрелка». Рабочую группу по вопросам реконструкции Октябрьского проспекта расширили. Теперь в нее входит 21 человек. Это эксперты, члены общественной палаты и жители округа. Первое заседание в новом составе они провели в администрации. Внести коррективы в проект реконструкции Октябрьского проспекта – такую цель ставят перед собой участники рабочей группы. Утвержденный план работ устраивает не всех. Больше всего вопросов он вызывает у жителей Октябрьского проспекта. Первый – вырубка деревьев в зоне, которая попадает под реконструкцию. Порубочные билеты получены. Плата на компенсационное озеленение была перечислена. Но очень хочется, чтобы каждое вырубленное дерево было вырублено, во-первых, правильно, во-вторых, поднадзорно. Участники рабочей группы намерены добиться ограничения вырубки. Ещё одна задача – сделать информацию о реконструкции максимально доступной для жителей. Надо разместить какие-то информационные стенды, растяжки посреди города, чтобы все жители Люберец знали о том, что будет идти эта эстакада. Большинство жителей города не в курсе, что будет строительство эстакады. Выяснить, насколько безопасно Люберчанам будет жить на Октябрьском проспекте после реконструкции – ещё одна цель, уже более масштабная. По итогам заседания было принято решение о подготовке экспертами 3D-модели проекта. Также рабочая группа планирует запросить документы, подтверждающие соответствие проекта ГОСТа. В Люберцах ужесточат контроль за работой пассажирских перевозчиков. Общественный транспорт, курсирующий на территории округа, проверят на наличие тахографов. Такое решение принято на заседании комиссии по вопросам транспортной безопасности. По данным сотрудников ГИБДД, в прошлом году более 90 человек получили травмы в ДТП с участием общественного транспорта. Пять человек погибли. Начиная с 2014 года все показатели у нас снижались, с исключением последнего года. Последний год у нас оказался не очень успешным и отмечается рост дорожных транспортных происшествий. За 2019 год количество ДТП с участием транспорта, принадлежащего юридическим лицам, возросло на 7%. К 2018 году и на 13% по отношению к 2017. Число погибших в 2019 году во всех дорожных авариях выросло на 13% и составило 17 человек. Всего в прошлом году зафиксировано 301 ДТП. По сравнению с 2018 годом общее количество аварий увеличилось на 6%. Социальная компания «Маленький пассажир. Большая ответственность» стартовала в Московской области. До 12 апреля сотрудники ГИБДД проведут серию профилактических мероприятий, направленных на снижение детского дорожного травматизма. Социальный раунд стартовал в общеобразовательных учреждениях. В школе номер 7 прошел открытый урок по безопасности дорожного движения. Ученикам младших классов и воспитанникам ближайших детских садов напомнили о правилах перехода проезжей части. А также рассказали о пользе детских автокресел и световозвращающих элементов. К сожалению, на сегодняшний день на территории обслуживания отдела ГИБДД и МОМВД России Любрецкой наблюдается рост дорожных транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения. Поэтому проводится ряд профилактических мероприятий, направленные именно на стабилизацию и снижение уровня детского дорожного транспортного травматизма. Особое внимание инспекторы уделят вопросам безопасности детей-пешеходов. В этом году на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД уже двое несовершеннолетних оказались под колесами авто. Кроме общеобразовательных учреждений, профилактические беседы пройдут в автошколах и местах массового скопления людей. Почти наполовину готова новая школа в Малаховке. Строительство учреждения на 275 мест ведется в рамках национального проекта «Современная школа». Ход работ проверил Владимир Ружицкий. Современная школа почти на 300 учащихся распахнет свои двери в сентябре 2020 года. Ну а пока на месте старого учреждения возведен каркас, в котором идут к завершению монолитные работы. Возводят внутренние перегородки. Мы подаем график еженедельно мониторинг бюджетного строительства и Минстрой. По этим данным у нас уже выполнено 46-47%. В ближайшем будущем мы приступим к устройству полов по всем этажам. Устройству инженерной коммуникации выше отметки 0. Это стояки, установка приборов отопления. Новая школа состоит из трех секций. Для начальных классов, для средних и старших, а также административная с актовым залом и столовой. К самому зданию главы округа вопросов не возникло. Остались по котельной. Очень долго мы согласовывали в свое время земельный участок для котельной. Здесь были спорные вопросы. Сегодня мы должны достаточно быстро провести некие конкурсные процедуры по строительству котельной. Работа по строительству котельной будет достаточно в сжатые сроки. И задача именно к новому учебному году, чтобы здесь была и котельная своя. Образовательные учреждения начали строить с сентября 2019-го. Сейчас рабочие вкладываются в график. В эксплуатацию здания планируют ввести 2 августа текущего года. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Их главное оружие – знания. Будущие медики померились эрудицией в гимназии номер 16. Здесь впервые прошел окружной турнир знатоков естественных наук. За интеллектуальным поединком наблюдала моя коллега Дарья Борисова. Их школьная форма – белые халаты. Воспитанники медицинских классов 16-й гимназии мечтают стать терапевтами, хирургами и травматологами. Вместе с одноклассниками изучать за школьной партой азы врачебного дела начала Елизавета Шерстобитова, будущий анестезиолог-реаниматолог. Участницей турнира стала, чтобы приумножить знания. Вопросы необычные, они всегда разные. Ты всегда смотришь с некоторой другой точки зрения. Поэтому этим и интересно, что ты не осматриваешь как по отшкольному учебнику. Поэтому, мне кажется, этот турнир очень важен, потому что это новые знания, новые знакомства. На турнире Елизавета познакомилась с воспитанниками 41-й гимназии и медицинского колледжа. Участникам предстояло дать как можно больше правильных ответов на вопросы медицинской викторины. Кстати, задания для соперников команды составляли самостоятельно. Такой формат 16-я гимназия позаимствовала у Сеченского университета, где турниры знатоков естествознания стали традицией. Вообще, этот турнир очень интересен. Дети сами ищут вопросы, готовятся. То есть, они погружаются в тему турнира, а затем раскрывают её с трёх сторон. Со стороны физики, химии, биологии. Самой подкованной в естественных науках оказалась гимназия номер 41. Ей достался титул победителя турнира. Вторую ступень интеллектуального пьедестала заняла команда 16-й гимназии, а третью – студенты медицинского колледжа. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Подвиг советских воинов-интернационалистов вспомнили в Центре патриотического воспитания Дворца детского и юношеского творчества. Учащие из селеберетских школ узнали о событиях девятилетней войны в Афганистане от самих её участников, а также показали свои знания через тематические и творческие постановки. Мужество, честь, военный долг. Что такое героизм и бескорыстное служение родине, хорошо знают люберетские школьники. В отрядах юноармейцев, сформированных в учреждениях, детей не только учат основам военнослужбы, но и воспитывают в них патриотичный дух. День вывода советских войск из Афганистана – возможность Аделины Негамадзяновой через творческие способности выразить уважение тем, кто, не жалея себя, выполняет свой долг. Мой прадед воевал и с маминой стороны, и с папиной стороны, поэтому я решила, что мне нужно знать. Сегодняшнее мероприятие покажет мне, я узнаю о том, как люди вообще воевали, каково это было. Это очень тяжело на самом деле, я не представляю, каково пережить такие события. Военные действия, как они есть, знает офицер милиции в отставке Михаил Архипов. Два года он участвовал в урегулировании военного конфликта в Афганистане. Это оставило неизгладимый след в жизни ветерана МВД. Вы знаете, тяжело говорить, тяжело вспоминать. Тяжело вспоминать, что некоторых друзей сегодня нет рядом, и они не слышат. Но вот эти мероприятия и проводятся для того, чтобы мы знали, лучше нет мирной жизни. На диалог с героями съехались учащиеся школы и юнормейцы со всего округа. В канун дня вывода войск из Афганистана на уроке мужества говорили и о других локальных конфликтах. По словам педагогов, встреча ТТТ – действенный способ воспитания и усвоения знаний. Это даст знания, знания о прошлом, о прошлом людей нашей Родины. А прошлое людей нашей Родины – это наша история. А знать свою историю мы должны. И знать мы должны не только победные страницы, но и горестные страницы. Формирует отношение к старшему поколению. Это во-первых. А во-вторых, рождает чувство уважения к этим людям. Память о тех, кто погиб в Афганистане, чтят в Люберцах ежегодно. В образовательных учреждениях проводятся тематические занятия, на которых ученики узнают о подвигах воинов-интернационалистов. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Школьницы из поселка Октябрьский стали лауреатами международного конкурса «Созвездие талантов». В творческом испытании ученицы представили коллекцию одежды, которую своими руками сотворила люберецкая супербабушка. Надежда Титюлина – бриллиант 53-й школы. Преподает несколько важных направлений, которые помогают юным люберчанкам стать настоящими леди, хозяйками и рукодельницами. Порхай, как бабочка, жаль, как пчела. Эту крылатую фразу уместно применять не только на ринге, но и на подиуме. Театр МОД под руководством Надежды Титюлиной уже 18 лет. Учит подрастающее поколение основам этикета, красивой походки, подачи и, главное, самоуверенности. «Это настолько интересно, настолько весело и помогает жить действительно. Я стала ходить прямо, а раньше я горбилась, и мне это очень сильно помогло. Я боялась пройти нормально по школьным коридорам, а сейчас это хочется делать». Сама Надежда Ивановна по подиуму не ходила. Ее роль куда важнее. Она свой Вячеслав Зайцев 53-й школы. Люберчанка профессионально владеет сценическим мастерством. Театр МОД – детище Надежды Титюлиной. Сама разработала и шила бесчисленное количество костюмов для школьного театра и создала 15 коллекций одежды. Кстати, это самое последнее. В мае 2020-го роскошные русские народные наряды воспитанницы кружка представят в Чебоксарах на галоконцерте международного конкурса «Созвездие талантов». Двадцать лет я танцевала. Так, первое. Поэтому оттуда у меня все это идет. Я брала хорошее от людей и что-то вносила свое. Я не могу сказать, что я автор этой методики. Нет. Я просто смотрю со стороны. Хотелось чего-то большего. И начала именно немножко делать эскизы. Не очень яркие костюмы. А с каждым месяцем я свое мастерство увеличивала. И теперь у меня этот театр. Мы лауреаты многочисленных конкурсов. Региональные конкурсы мы победили всем. Исполнить мечту и раскрыть безграничный талант. Надежде Ивановне помогла педагогическая деятельность. Ведь здесь, по ее словам, можно по-настоящему творить. Еще одни помощники – швейная машинка и дизайнерское мышление. Как и все великие модельеры, Надежда Титюлина не может создавать обычную одежду. Каждое изделие – авторский почерк мастера. Помните, мы с вами с чего начинали? Первый цветок наш какой был? Ромашка. Из бутончиков делает цветочки Надежда Ивановна не только из юных леди. Но и в прямом смысле слова. Педагог владеет всеми видами рукоделия и не останавливается на достигнутом. Черпает вдохновение и новые техники в интернете. Свои навыки передает воспитанницам. Ее занятия давно вышли за рамки обычных уроков. Да и школы в целом. Оригинальные фартуки участниц конкурса «Люберецкая супербабушка» тоже делал рук Надежды Титюлиной. Своё творческое выступление в финале она также обеспечила авторскими костюмами. Вероятно, наряды с кжельской росписью, природное обаяние и безграничные таланты участницы сыграли немаловажную роль для членов жюри. Педагога из Октябрьского признали Люберецкой супербабушкой. Супербабушкой городского округа Люберцы признана Надежда Ивановна Титюлина. Не могу вздохнуть, честно говоря, это передать невозможно. Не слава и ради шла на конкурс Надежды Ивановны, а ради того, чтобы в очередной раз доказать самой себе, что способна на большее. Скромный преподаватель не любит повышенного к ней внимания, однако приставку «Супер» эта женщина заслужила. Кулинарные шедевры – еще одно призвание Надежды Титюлиной. Значит, мы с вами вот эту часть обязательно обрезаем, да, мы ее убираем. И мы должны тоненько нарезать наш помидорчик. Кулинарный кружок в школе, как и другие ее факультативы, пользуются огромным спросом. Кулинарии супербабушка учит на протяжении всей преподавательской карьеры. Сама способна накрыть банкеты и своими блюдами проложить путь к сердцу каждого гурмана. Самые главные дегустаторы Надежды Титюлиной – члены ее семьи. Дочь Ксения унаследовала многое и пошла по маминым стопам. Я всегда знала, что она у нас супер. Даже не просто бабушка, она и бабушка, и мама, и супердруг, и подруга, и творческая личность. Мы учимся друг у дружки. То есть в детстве чему-то она меня учила, а сейчас уже с возрастом мы с ней как бы объединились, так как мы вместе работаем. На нас всегда находилось время. Мама же – это пример. Не зря говорят, что жизнь – бумеранг. Педагог, мама и бабушка получают отдачу от всего, что делает. «Твори добро» – это полностью про Надежду Титюлину. Цель моей жизни – это счастье моих детей, моих внуков, моих учеников. Потому что, когда получается результат моего творчества, я вижу, как счастливы мои дети, внуки и ученики. Это очень важно в жизни. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ Жительнице поселка Тамирина Валентине Темновой исполнилось 103 года. Бывший сотрудник Люберецкого дворца культуры отметила свой день рождения в кругу близких и почетных гостей. Среди тех, кто поздравил долгожительницу и ее семью, оказалась и наша съемочная группа. Эти строчки раскрывают секрет ее долголетия. С жизнерадостностью и оптимизмом Валентина Яковлевна идет рука об руку. Люберчанка посвятила всю свою жизнь музыке. Поэтому 103-й день рождения проходит под звуки любимых песен. Среди гостей – бывшей ученицы, которым она в свое время преподавала оперное пение. Букет цветовой подарки виновницы торжества вручил и глава Люберец Владимир Ужицкий. Бабушка рассказывала всегда, она занималась спортом, конкобежным спортом, плаванием. И благодаря своей жизненной активной позиции и занятиям спортом, в том числе она и сейчас делает зарядку каждое утро, мы сохраняем бодрость духа и здоровье. Огромное количество людей помнят и благодарят бесконечно, ее таланту преклоняется. Ее любовь к музыке и жизни не имеет границ. Преподавать уроки по оперному вокалу Валентина Яковлевна перестала в 98 лет. Но радовать окружающих своим пением она продолжает и до сих пор. Более ста лет назад «Прогресс» подарил человечеству радио. И на протяжении своего существования оно было актуально. Насколько сейчас востребовано радио и как устроена жизнь по ту сторону эфира, ответы на эти вопросы искала наш корреспондент Луиза Игезарян. Говорят люберцы. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Радио Люберецкого региона. Это приветствие жители Люберец слышат каждый вечер. Ровно в 18.10 эфира РТВ Подмосковья прерывает голос местных журналистов, которые готовы рассказать о главных новостях уходящего дня. Сотрудники редакции не только держат руку на пульсе округа, но и создают для своих слушателей уникальные рубрики и познавательные программы. У меня рубрика своя, называется «Музыкальный радиобазар». Я ее делаю от начала до конца. Это приглашение артистов, выезд на интервью, если это не в студии, если в студию идет трансляция на YouTube-канале. Звезды эстрады, общественные деятели, депутаты и администрация округа здесь частые гости. В свою уютную студию сотрудники радио приглашают и коллег по журналистскому цеху. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях корреспондент телеканала ЛРТ Луиза Егизарян. В следующем году радио Люберецкого региона отметит 90 лет. Его почтенный возраст выдает это аппаратное, где современной техникой соседствуют ретро-приборы. Кстати, люберцы в числе первых городов Московской области, где появился радиоузел. К тому времени в 30-х годах прошлого столетия уже были созданы первые радиоприемники. Но позволить себе такую роскошь мог далеко не каждый. Наша элита, партийные, все руководители, они уже получили радио. Они покупали их, они их привозили. Москва рядом уже было задание. Они как бы имели эти источники этого эфира, но не имели возможности слушать, потому что не было сети. Радиосеть появилась в Люберцах в 1931 году. Постепенно приемники стали появляться во всех домах. Со временем они видоизменились и с каждым годом становились меньших размеров. Когда-то эти приборы были обычными предметами быта. Сегодня, в эпоху цифровизации, они стали бесценными экспонатами. Когда люди нам приносят такие вещи, они как раз хотят, чтобы история нашей страны не пропала, потому что это было главное тогда. Главный источник знаний, главный источник информации, главный источник музыки. Радио и сегодня остается главным источником информации, уверен начальник информационно-аналитического управления администрации Люберец Вячеслав Широгий. Имея за плечами богатый опыт работы и на федеральных радиостанциях, и на телевидении, он отмечает, что в структуре современных СМИ радио наиболее оперативно и востребовано. На радио мне всегда нравилась оперативность. Мне нравилось всегда прийти, с события сел в студию, на кнопку нажал и так сказать рассказал. На телевидении пропадает эффект оперативности. Для меня это главное. Среди радиожурналистов и тележурналистов бытует такое мнение, что радиоведущий, он может стать ведущим на телевидении, а вот телеведущий на радио не станет ведущим никогда. Яркий тому пример ведущий телеканала ЛРТ Николай Пивненко. Свою творческую карьеру журналист начинал именно с радио. Несмотря на то, что ему удалось осуществить мечту детства и попасть на телевидение, от работы на радио он не отказался. Радио – это зависимость. Это необъяснимое чувство. Радио – это возможность с помощью голоса передавать такие человеческие эмоции и так заставлять, именно заставлять людей слушать твой голос, что это творит чудеса. И когда ты понимаешь, что для кого-то радио вообще может быть единственным окошком в какой-то мир, и твой голос – это и есть мир для кого-то, это фантастика. Радищик – это та профессия, где бывших не бывает. Поэтому со Всемирным днём радио можно смело поздравлять всех, кто причастен к этому ремеслу. Ну а нынешним сотрудникам остаётся пожелать творческих успехов и, как говорится, чистых эфиров. Луизия Егязырян, Сергей Гвоздев, Пётр Пономаренко, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Праздник для тех, кто не любит сидеть дома и предпочитает активный отдых. В парке Наташинские пруды отметили День снега. Жители округа окунулись в зимние забавы, спортивные игры и поучаствовали в развлекательных конкурсах. Подробности прямо сейчас. Эта зима оказалась небогатой на снег. Его пришлось ждать довольно долго. И после аномально тёплой погоды снег, хоть и в небольшом количестве, но всё-таки выпал. Так что не сидите дома и успейте поиграть в снежки, пока он не растаял. Но игры в снежки – далеко не единственное зимнее увлечение, которое предложили посетителям Наташинского парка. Международный День снега в этом году решили отметить с ноткой юмора. Добавили в спортивные состязания больше развлекательных элементов. Поэтому занятия по душе нашли и взрослые, и дети. Мы предложили жителям городского округа поиграть в городки. Но не просто городки, а в городки, которые сложены из поленьев. Избивать их приходится валенком. Катание на тюбингах, на скорости, перетягивание каната дополнили список зимних развлечений. А в качестве бонуса – призы и горячий чай со сладостями. Сегодня не просто День снега, а сегодня День еще и хорошего зимнего мороза. Поэтому все, кто пришли в парк, я думаю, стали участвовать в хорошем празднике. Международный День снега отмечается в последнее воскресенье января. Но в этом году дату его проведения определила сама природа. Организаторам праздника пришлось подождать, пока столбики термометров опустятся ниже нуля. Луи Теяги Азарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в соцсетях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok